Девочки, купила вот такой вот агрегат, и так была довольно своей покупкой. Это фритюрница, в которой можно готовить без масла. Можно будет и овощи, и тот же самый картофель приготовить. И Артур пришел и раскритиковал, говорит, что это выброшенные деньги, это то же самое, что духовка, ну, не знаю я. Если у кого-то есть, я вот ее даже не распечатывала, думаю, если это действительно работает как духовка, то, может, в ней смысла нет. Если у кого-то есть такая фритюрница, поделитесь, пожалуйста, опытом. Смысл есть ее оставлять или нет. Я ее почему взяла? Духовку-то не вытащишь на террасу, чтобы готовить. Сейчас у нас такая жара, и Миленка иногда просит, то ли фриту, ну, картошку они, дети здесь ее обождают. Да, наверное, не только здесь, все дети обожают или спагетти, или фриту. И поскольку я не сторонник слишком жирной пищи, я, если покупала картошку или обычно, дома вот разрезала, запекала все время в духовке. Но, опять же, когда за окном 37-40 градусов, духовкой особо не напользуешься. Плюс она экономичная в использовании, то ли духовка сколько тянет, то ли вот этот вот аппарат. И не знаю я. Ну, буду благодарна за все комментарии, за все ваши мнения. Если у кого есть, напишите, пожалуйста, оставлять или вернуть. Спрашиваете, что думают и что говорят дети мужа относительно наших планов на переезд. Ну, во-первых, они уже достаточно взрослые, у них своя жизнь, свои семьи, свои заботы. Во-вторых, в нашей семье принято так. Мы не навязываем свое мнение, мы не даем советы им, как им жить, что им покупать, что им продавать, что им менять. И они делают то же самое. И в конечном итоге все счастливы, все довольны. Если какие-то получаются ошибки, то уже никто ни на кого вину не сваливает. Потому что решение принимаешь ты, получилось супер, не получилось, никто не скажет. А вот вы нам посоветовали, это из-за вас не получилось. Ну, как-то вот у нас все нормально в этом плане. И никто никогда не лезет со своим уставом в чужой монастырь. По поводу устава и монастыря. Ну, это знаете из серии. Наша песня хороша, начинай сначала. Сегодня утром я получила список, что я должна в срочном порядке отдать беженцам. Миксер, который у меня на кухне стоит. Пять пар обуви и еду, которую я покупаю. Прям так было написано. Вы сами едите, а нам не даете. Че так скромничать? Сразу так и просите. Подари машину, перепиши дом на нас, кредит возьми. Вот иногда смотришь и не понимаешь, то ли люди правда так думают, то ли кто этим занимается, кто это пишет. Должна, 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 должна. Должна была этих девушек в супермаркете осадить, поставить на место. Должна была женщине, француженке, которая с ними была перевести. И здесь я хотела бы задать вам вопрос. Если бы вы оказались в такой ситуации, как бы вы поступили? Потому что у меня вот до сих пор такое спорное чувство, что, наверное, неправильно я сделала, что я никому ничего не сказала. С другой стороны, что меня осадило? Когда очередь небольшая, не думайте, что это там происходило на протяжении 40 минут или получаса. Это было буквально 5 минут. Потому что сейчас никто не накупает большие целые сумки килограммами эту рыбу или еще какие-то морепродукты и все остальное. Сейчас берут по чуть-чуть и быстро отходят. И Пьер слышал, что разговор был на украинском языке. Он видел, что у меня такое кислое выражение лица, когда я ему перевела. И я тоже сказала, слушай, может быть, надо объяснить и тем, и другим. Он мне сказал, Лиля, стоп. Не власть. Будешь еще и виноватой. Это первое. Второе. Это твоя жизнь? Нет. Тебя это как-то касается? Нет. И ты, говорит, даже посмотри, как ты будешь выглядеть в этой ситуации. Ты подойдешь и будешь там... Ты левый человек. Тем более у меня уже был такой опыт. Это было очень давно. Я не знаю, кто были эти люди. Но это были туристы русскоговорящие. Может, они были из Белоруссии. Может, они были из Украины, из Молдавии. Я не знаю. Но разговор был такой. Мы были в супермаркете. И мужчина с женщиной искали магазин, где можно было бы купить чемодан. И они между собой спорят. Он говорит, туда надо идти. Она говорит, нет, я видела там. Ну и теперь говорит, слушай, о чем они говорят? Почему так эмоционально? Я говорю, они ищут магазин, где сумки продаются. Он говорит, ну так что ты, покажи людям, ведь все-таки твои соотечественники, даже если они не из Украины, русскоговорящие, ты понимаешь, ты знаешь, ты отсюда, помоги. И я подошла, очень вежливо сказала, извините, пожалуйста, я слышу, что вы ищете магазин, где нужно купить чемодан. Вот там вот, если вы пройдете, ну и начинаю показывать. Оба. Мы вас о чем-то просили. Мы вас что-то спрашивали. Чего влезете? И я встала, знаете, как оплеванная. Пер стоит, не поймет, что случилось. Я развернусь, говорю, ладно, извините. И больше, вот понимаете, вот этот еще опыт мой, тоже мне как-то, с другой стороны, я не знаю, какая у них ситуация. Может, женщина себя так ведет, что к ней вот они так вот так относятся. Потому что, если бы ты знал людей, тогда ты можешь еще как-то что-то относительно ситуации предпринять. А тут ты не знаешь, как они живут, как они едят, кто из них прав, кто из них виноват. Ты увидел, ты услышал. И на этом все. Поэтому вот с одной стороны как-то и вот так, что да, уже сколько я делала, и кажется, что ты делаешь нормальное, доброе дело. А потом еще ты третий лишний крайним остаешься. Это первое. С другой стороны, может быть, действительно, ну вроде женщина нормальная такая была, как бы она, ну, не какая-то там такая, что ой, что вы там просите. Нет, она очень неспокойна. И вот у меня, как я уже сказала, вот такое вот двоякое чувство, что если будет вот такого рода ситуация снова, что мне придется вот так невольно услышать. Не то, что там я стояла, подслушивала, тоже написали, а ты подслушивала. Нет, я не подслушивала. Просто когда ты слышишь, о чем говорят люди, ты понимаешь, и не всегда то, что ты слышишь, это приятно. Поэтому, девочки, поделитесь вот своим мнением. Потому что давать советы, вот знаешь, ты должна, 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 это легко. А вот вы поставьте себя на мое место или на место кого-то другого, кто вот так вот невольно оказался свидетелем неприятных вещей, как бы вы поступили. Мелешка Сантресули достала свой старый диванчик. Это она еще совсем малюсенькая была. Мы ей покупали, тогда было так модно. Это снежная королева, у нас чего только не было. И платье, и диванчик, и салфетки, и стаканчики, тарелки, рюкзак. Все было со снежной королевой. И теперь вон какая королева тут лежит, возлегает. Да, Асюня, для Аси диванчик, для Аси персональный диванчик. Ой, сегодня спать не давали. Тики-то приучила своих друзей, и они ходят к нам есть. А Ася против, она не согласна, чтобы другие коты ели из ее миски и гоняет. Так они сегодня сверху спустились до самого низа, там так орали. Да, Ася у нас главный охранник в доме, да, главный. Охранник такой, Сася, ничего не страшно, да. И когда лежит спокойная, но территорию свою защищает, будь здоров, да. Моя сладкая девочка, такая любимая китюнька. Ой, моя красавица. Девочки спрашивали, какие детективы могу посоветовать, какие фильмы, какие сериалы, чтобы посмотреть, чтобы можно было отвлечься. У меня чуть последнее время ничего из нового не цепляет. Уже то, что я посмотрела, я уже про это рассказывала, говорила. Последний новый сериал, который у меня вышел в рекомендациях, это заключение. Но как-то, не знаю, пересмотрела, наверное, серии 5, и нет никакого желания продолжать. В основном я фильмы смотрю перед сном. И за вот эту неделю пересматривала в основном все старое. Посмотрела красотку с Джулией Робертс и Ричардом Гиром. Потом Война на Райдер, тоже Ричард Гир, Осень в Нью-Йорке. Сандрой Балок и Киан Ривз, это Дом у озера. И сегодня буду досматривать, вчера начала, посмотрела полфильма, уснула. И сегодня буду досматривать алая буква с Деми-Мух. А так, чтобы такого чего-то интересного, честно говоря, даже не знаю, что можно посмотреть. Если кто-то смотрел что-то интересное, напишите в комментариях. Мне будет интересно и другим подписчикам, кто тоже ищет что-нибудь такое отвлекающее, чтобы можно было посмотреть и отвлечься. Все, мои хорошие. Буду я сейчас пойду, сделаю масочку и буду ложиться спать. У нас, правда, еще светло. Вообще во Франции темнеет поздно. Где-то еще 10 вечера у нас еще светло. Сейчас уже почти до 10 час. Девять с мелочью. Я уже все домашние дела закончила. Посудомойку загрузила. Стиралку загрузила. Так что все. Со всем справилась. Все, мои хорошие. Желаю всем спокойной ночи. Чтобы все у всех всегда было хорошо. Продолжение следует. Продолжение следует...